В Твери жильцы пятиэтажки на бульваре Гусева остались один на один со всеми коммунальными проблемами. Управляющая компания, которая обслуживала дом, по словам жильцов, вот-вот объявит о банкротстве. Тем временем сырость и плесень в квартирах, неубранный от снега двор и регулярные перебои с водоснабжением – неизменные спутники местных жителей. Никита Васильев продолжит. Видите, в декабре месяце у меня был сделан ремонт. В середине, видите, из чего? Желтые пятна характерные, да? Ну, рыжие, да, особенно по швам. Жительница дома номер 18 по бульвару Гусева Ирина Козлова показывает то, во что за последние месяцы превратилась ее квартира. Желтые пятна на стенах, плесень и стойки, запах сырости. Все это женщины вынуждены терпеть на протяжении последних нескольких лет, регулярно тратя средства на ремонт и новую мебель. Видите? Плесень, да, это видно? Это вот вода была, это высохло просто. Он просто весь размок, провис, у меня там посуда была. И подобную картину можно наблюдать в большинстве квартир дома номер 18 по Гусево. Примечательно, что жильцы этой пятиэтажки обращаются в редакцию нашего телеканала не в первый раз. Впервые по этому адресу съемочная группа Тверского проспекта работала осенью прошлого года. Тогда жалобы в основном касались затопленного содержимым канализационных труб подвала. В обслуживающий на тот момент дом управляющей компанией «Чайка» нам заявили, что в своих бедах жильцы виноваты сами. Я не знаю, кто там живет такой вредный, но я уже просил там девчонок, которые живут там, я говорю, вы переговорите со своими соседями, потому что так невозможно. Иногда на дню по два, по три раза прощаем канализацию. Понимаете, тряпки, очистки какие-то, чего там только нет. Даже вот эти палочки, да, ушные эти, все бросается туда. Объясняем, что этого не надо делать. Палка эта, что она не ломается, не разлагается, пластик. Тогда же в октябре к ситуации подключилась Главное управление Государственная жилищная инспекция Тверской области. По заявлению жителей, ведомство провело проверку в отношении управляющей компании «Чайка». По ее результатам выяснилось удивительное. Оказывается, обслуживать дом на Гусево и уж тем более взымать плату жильцов УК права не имела. Из ответа Государственной жилищной инспекции. По состоянию на 9 ноября 2021 года сведения о многоквартирном доме номер 18 по бульвару Гусево города Твери отсутствуют в реестре лицензии Тверской области. Таким образом, в действиях открытого акционерного общества «Чайка» усматриваются нарушения положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Тем не менее, платежки от УК «Чайка» все это время, рассказывают жильцы, продолжали приходить. Многие из местных жителей по этим счетам платить перестали. На общих собраниях не раз поднимался вопрос о смене обслуживающей организации. Но пока за домом номер 18 по Гусево новая управляющая организация не закреплена. А что касается старой, то, по словам жильцов, она, судя по всему, совсем скоро и вовсе перестанет существовать. Мы ходили к руководителю, да. Руководитель сказал, что так как 8 февраля у нас будет судебное заседание, они признают свою компанию банкротом, так как у них большие долги. И с 1 февраля они отказываются от нашего дома. В итоге получается, что со всеми своими коммунальными проблемами жильцы многострадальной пятиэтажки на Гусево, по сути, остаются один на один. Прежняя управляющая компания вот-вот обанкротится, новая еще не выбрана. При этом сами жильцы со своей стороны, кажется, делают все возможное, чтобы ситуация разрешилась в их пользу и как можно скорее. В частности, уже не раз и не два они обращались в прокуратуру Московского района, писали в ГЖИ, собирали все необходимые документы для новой УК. Ею может стать организация под названием «Вектор». Но дело сетуют горожане, с мертвой точки все никак не сдвинется. Все необходимые процедуры, которые были нужны, провели, отдали в «Вектор» все документацию. Но они в последний момент не все документы подали на рассмотрение. Им ГЖИ отказало, чтобы они вошли в реестр лицензии управления на нашем доме. Как я общалась с сотрудником ГЖИ, она мне впрямую сказала, что так как с ошибками документы предоставлены, они просто не хотят вашим домом управлять. Словом, пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Некоторые из них наш телеканал сформировал в официальный запрос в адрес главного управления ГЖИ. Какая обслуживающая организация в настоящее время официально закреплена за домом номер 18 по бульвару Гусева? Какой статус в настоящее время имеет ООО «Чайка», которая до недавнего времени обслуживала дом? Подтверждает ли главное управление информацию, полученную нашим телеканалом от жильцов, что в настоящее время «Чайка» проходит процедуру банкротства? На эти и другие вопросы нам еще предстоит узнать ответ. А главное, что делать жителям, которые, судя по всему, остались без управляющей компании и какой бы то ни было помощи в решении всех накопившихся проблем. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий и расскажет вам о дальнейшей судьбе дома на бульваре Гусева.